Привет, друзья и зрители моего канала! Экстренный выпуск по следам последнего стрима звезды Ютуба Фионы и её ослика. Что мы сегодня увидели? Мы увидели чудо! Мы открыли тайну, тайну богатства этой семьи. Вы хотите узнать какую? На первом плане, в углу кухни стоит, кстати, уже давным-давно я видела там веник, но сегодняшний кадр был просто изумительный, смотреть всем. И это самая главная причина их богатства, это вера в колдовство, это вера в чудодейственное влияние веника, стоящего кверх ногами, грязного веника, стоящего кверх ногами в кухне. Вот это отличная идея. Вот это самое важное. Откуда деньги? И вот это отличная санитария. Это прям санитария просто стопроцентная. Это прямо санпин выполняется тысячу процентов. Чистота, порядок и всё стерильно. А потом мы спрашиваем, откуда берутся глисты. А может быть от того, что у вас веник грязный кверх ногами в переднем углу кухни стоит, а, девочки и мальчики? Но это ещё не самое главное. Самое главное было почти что в конце стрима, где речь зашла о глистах, о которых, как оказывается, Фиона знает всё и может вам рассказать и о сердечных глистах, и о множестве других. И если вдруг вы зародитесь глистами, то будете выводить их всю жизнь. Это собственный опыт Фионы. И я хочу вам сказать, что человек, который говорит так о глистах, просто не образован и просто с низким интеллектом, с низким IQ. Вы вспомните, что в недавнем прошлом у нас во всех переходах, во всех переходах в Москве и в других больших городах и просто в разных кабинетах зазывали людей для диагностики на компьютере. А потом, если вдруг ты туда попадал, ну, первые, кто ещё не знал, что это мошенники, они туда попадали и им обязательно находили глисты. И очень часто это были лямблии. И потом этим людям навязывали дорогущие бады, дорогущие конфетки, которые якобы избавляли людей от глистов и от лямблий. Я на такую утку никогда не попадалась, но мои коллеги по работе, да, попадались. И многие люди об этом помнят. А потом у нас появились другие диагностики. Спины, глаза, теперь уже зубы. Вы знаете о таких мошенниках, когда вас заманивают зубы, типа на диагностику бесплатную, а потом вам лечат один зубик и оказывается, что вы должны им за него 50, 100, 200 тысяч. И они вас потом принуждают взять кредит, и вы потом за этот один зуб платите кредит. Это сейчас тоже процветающий бизнес. И то же самое со спиной, то же самое с сосудами, то же самое с другими какими-то заболеваниями. Мне ещё не звонили, но я думаю, скоро позвонят. Так вот, мои дорогие, оказывается, наша Фиона, оказывается, верит в ужасных глистов. И я думаю, что её кто-то разводит на бабки. Если действительно у неё есть глисты, это, конечно, печалька. Ну да, возможно, они есть. Но если человек, прошедший через этот весь ад, верит в то, что говорили нам когда-то мошенники с компьютерной диагностики, это вообще какой-то ужас, маразм. Ещё вам скажу один момент. Несколько лет назад я готовилась к операции, и мне дали направление сдать кал на глисты. А так как я всю жизнь живу с собаками, с 18 лет, даже раньше кошки были, собаки, то есть собака у меня в доме всегда, я шла и думала, ну всё, сейчас меня не пропустят, наверняка у меня есть глисты. Я просто была в этом уверена. И какое было у меня удивление, что их не обнаружили. Не обнаружили, понимаете? Поэтому все эти сказки о наличии глистов – это мошеннические схемы. Такие схемы существуют и на YouTube. Заметьте, очень много видео с большими просмотрами, где сидит какая-нибудь женщина и с ужасом в глазах рассказывает про своих глистов и рекламирует какую-нибудь биодобавку или какое-то лекарство, которое надо купить именно в какой-то фирме, которая спасает всех от глистов. Я вам скажу, мои дорогие, что глисты – это не так просто ими заразиться. А если вдруг ты ими заражаешься, то это очень легко выводится. Есть специальные препараты, которые выпьешь по схеме, и всё у тебя будет окей. Я никогда в жизни не пила лекарства от глистов. И анализ показал, что у меня их нет. Любой из вас может пойти и сдать этот анализ. Глистов у вас не будет. Я вам это гарантирую, потому что это всё ложь и провокация. Потому что дать кому-то таблетку, которая является плацебо или конфеткой, и потом сказать, что «О, ура, мы вывели вам глистов, но взять за это бешеные бабки» – это и есть действие мошенников. Ещё один момент я вам хотела сказать. Когда вышли мои первые видео о заработке Фионы, мне написала комментарий наша замудрёная. Я точно вам не передам текст, но там был вопрос о заработке именно Фионы. И всё там было написано, что она лично её знает. Полностью текст я не помню. Но после этого комментария я зашла на канал замудрёной и посмотрела его. И как-то всё. Я не связала их никак. Никто мне нигде не написал, что это её сестра. На тот момент я не знала. Но после того, как всё завертелось и закружилось, она удалила свои два комментария. Ну, скажите мне теперь, что мы должны привознести этого человека. А зачем тогда она их удалила? Что она? Сначала написала, а потом удалила. Значит, что? Где наша святая? Обе девочки стоят друг друга. И я просто уверена, что это вылезет где-нибудь. Если уж открывается одна тайна, то вторая тайна откроется, я думаю, в скором времени. Ну, это я так, для вашего размышления. Поразмышляйте на эту тему. А сейчас, мои дорогие, я ещё раз озвучу, сколько заработала наша Фионочка на двух каналах. Так вот, мои дорогие, с двух каналов общая сумма за весь период заработана 25 миллионов 247 тысяч рублей. А за ноябрь месяц наши звёзды кулинарного масштаба заработали 1 миллион 113 тысяч 725 рублей. Фамфары. Вот, мои дорогие, как можно заработать на лицедействие, как можно заработать на обмане, на лжи, на сказках про себя, про свою семью, на скандалах и тому подобное. Фрики на российском Ютуб рулят. А на этом, мои дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья! А очередной миллион, очередная квартирка или домик у моря, уже не за горами. У наших звёзд Ютуба Фионы Ослика. И ещё один момент. Я уже записала видео, но упустила самое интересное из этого стрима. Ну, это, естественно, сутулая Фиона, крупная сутулая Фиона, неухоженная, как обычно. Волосы, я не знаю, расчесывала с утра, нет, непонятно. Сморщенное лицо. Ну, по-моему, кремов, которые ухаживают за кожей лица, никогда это лицо не видела. Ну, потому что, ну, как так можно в 42 года выглядеть? Ну, какой-то вообще кошмар. Полный кошмар. Ну, ещё-то что? Было показано, как они, бедные и несчастные, ну, может быть, счастливые, но бедные, варят картошку в мундирах. Чудесная еда. Чудесная просто еда. И рыбка. Рыбку порезала, как любая хозяйка. Ну, обязательно же надо испоганить натуральный вкус рыбы. Насувала туда специй, а потом ещё маслом залила и луком. И давай это наяривать с хлебом. Да ещё так причмокивает, да ещё так чавкая. Ну, мои дорогие друзья, я не знаю, мы тут все небогатые. Я думаю, тут богатеев нету. Но тем не менее, ну, тем не менее, зачем вот это всё вот показывать? Я просто уверена, что это был план, это был сценарий разработан специально, чтобы вам показать. Вот мы с вами, мы ваши, мы такие же, как вы. Мы ничем не брезгуем. Ни картошкой в мундирах, ни селёдкой. Ничего, особенно в сегодняшней пище, которую приготовила наша Фионочка для своего ослика, не было абсолютно ничего. Но тем не менее, ослик показал себя опять с чудовищной стороны. Он поехал с ребёнком, не взял с собой денег. Как так-то? Мне кажется, у мужчин, ну, в каждом кармане постольнику должно лежать. А в портмоне, естественно, и карты, и всё. Как можно? Это что за тютя? Да. То есть тютя под контролем получается. То есть у мамочки только денюжка-то. Миллионеры ездят без денег. То есть портмоне у него, мужское портмоне, в котором должны лежать права без карты, без 100 рублей. Как так-то, я не пойму. Ну, короче, ослик, он ослик и есть. Вот так, мои дорогие друзья. И ещё один момент. Вот этот пресловутый чайный гриб, который уже на нескольких стримах прошёл красной строкой, опять его не заварила, опять его не залила заваркой. Просто так заварить чай и залить его, и добавить сахар. Тебе не стыдно? А это, мои дорогие, неуважение к своим подписчикам. Это просто как издевательство выглядит. На самом деле этот гриб не очень-то и хороший. В чём его недостаток? Это уксусная матка, и она производит уксус. И если ты пропустишь тот момент, когда этот напиток готов, он будет как уксус кислый. Поэтому для того, чтобы его пить, за ним надо хорошо следить, вовремя мыть, вовремя сливать, вовремя наливать нужную жидкость. Вот так, мои дорогие. А Фиона у нас на это не способна. Если ей в лом заварить его, его хотя бы поставить в баночку, да, с водичкой, с чаем, с заваркой, с сахаром, то следить за ним, это для неё прям будет очень тяжело. И для того, чтобы не опозориться, она тянет этот момент. Для того, чтобы не нагрузить себя ещё каким-то делом, какой-то заботой, она тянет этот момент. А тем самым она просто проявляет неуважение к своим зрителям. Вот, мои дорогие, ну теперь-то уж пока-пока. До новых встреч!